На флоте их любовно называют подушками. Им не страшны льды и снега, пески и болота, протоки и отмели. Их не могут поразить морские мины и торпеды. Десантная катера на воздушной подушке в фильме «Оружие». Специальные десантные суда быстро доказали свою эффективность при проведении десантных операций в составе ударных группировок военно-морского флота. Несмотря на многие достоинства, эти корабли имели один весьма существенный недостаток – малую скорость хода. Причин было несколько. Главная из них – форма корпуса, в тупой носовой части которого располагаются ворота и сходни для разгрузки техники. В число конструктивных особенностей десантных судов входит и то, что в корпусе, приспособленном для перевозки людей и грузов, остается мало места для двигателя большой мощности. В результате скорость десантного корабля не превышает 16 узлов. В условиях современной войны такие медлительные суда становятся легкой мишенью для береговых батарей и противокорабельных ракетных комплексов. Кораблестроители вспомнили об идее, предлагавшейся изобретателями еще в XIX веке. Смысл ее состоял в следующем. Если немного приподнять корпус корабля над поверхностью, сопротивление воды резко снижается, позволяя тем самым развивать любую скорость, какую могут обеспечить моторы. Принцип воздушной смазки излагался в сотнях патентов различных стран, выданных на протяжении почти 100 лет. Однако реализовать его на практике долго не удавалось. Не было достаточно мощных компрессоров, чтобы создать необходимое давление воздуха. Реализовать эту идею пытались и в годы Первой мировой войны, и в ходе подготовки крупнейшей десантной операции Второй мировой, высадки союзников в Нормандии. Конструкторы рассматривали две схемы. Одна из них носила название «Скеговая». По бокам корпуса размещались два «Скега» — своеобразные кили-ограничители, которые позволяли на какие-то доли секунды удерживать между ними воздушную прослойку. Вторая схема — юбочная. Она предусматривала наддув воздуха под днище корабля в объем, ограниченный по периметру гибким ограждением, так называемой юбкой. Это позволяло огибать или перескакивать небольшие препятствия на земле и эффективно двигаться над волнами. Работы над небольшими моделями и опытными образцами подобных судов продолжались на протяжении многих лет в разных странах, однако им почти нигде не придавали большого значения вплоть до середины 60-х годов. В Советском Союзе ценность десантных кораблей на воздушной подушке осознали раньше других. Идея парения в нескольких сантиметрах над водной гладью оказалась очень заманчивой. Военные задумывались о том, сколько людей и техники можно было бы сберечь, если бы средства их доставки могли на большой скорости летать над морем и сушей. Солдаты в таком случае шли бы в атаку в буквальном смысле слова, не замочив ног. Еще в 1935 году советскими конструкторами был построен скеговый катер на воздушной подушке Л-1. Работой курировал заместитель наркома обороны, начальник вооружения Красной Армии Михаил Тухачевский. Автором проекта стал Владимир Левков. Левков Владимир Израилевич. Конструктор-изобретатель, специалист по аэродинамике. Годы жизни 1895-1954. Выпускник Донского политехнического института. Руководил научно-исследовательской лабораторией специальным конструкторским бюро. Разработал около двух десятков моделей катеров на воздушной подушке. Деревянный катамаран Л-1 успешно прошел ходовые испытания. Спустя два года появилась вторая модель судна на воздушной подушке Л-5. Оно имело дюралевый корпус и два авиационных двигателя мощностью по 890 лошадиных сил. За счет чего развивала невиданную для того времени скорость 73 узла или 130 км в час. Катер, созданный по комбинированной схеме, средней между Скеговой и Юбочной, двигался не только над водой, но и над пашней, песком, снегом и льдом, болотом. В 1937 году предполагалось использовать катер Л-1 с борта ледокола Красин для поиска дрейфующей арктической станции Северный полюс. Во время пробных испытаний катер ударился о ледяные торосы, повредил корпус и не участвовал в экспедиции. Испытания первых судов на воздушной подушке проходили в Финском заливе Балтийского моря. Незнакомые с внешним видом и возможностями катеров Левкова наблюдатели не верили своим глазам. Один из краснофлотцев записал в сигнальном журнале «Торпедный катер выпал с на берег и скрылся в лесу». К началу 1941 года Владимиром Левковым и его конструкторским бюро было построено 15 катеров типа Л-5. Все они погибли в Кронштадте во время блокады Ленинграда. Поэтому после Великой Отечественной войны все работы в этом направлении пришлось начинать с нуля. С 1949 года ведущим предприятием по созданию кораблей на воздушной подушке в СССР стало Ленинградское центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». К 1962 году здесь удалось реализовать уже на новом техническом уровне довоенную идею объединения с Кеговой и Юбочной схемой. Опытные суда на воздушной подушке имели водоизмещение от 22 до 27 тонн и показывали хорошие результаты на испытаниях. К промышленному производству первых десантных катеров на воздушной подушке в Советском Союзе приступили в 1967 году. Проект получил обозначение 1205 «СКАТ». Десантный штурмовой катер на воздушной подушке проекта 1205. Водоизмещение 27 тонн. Длина 20 метров. Ширина 7 метров. Скорость 50 узлов. Дальность плавания 200 миль. Катер брал на борт 40 морских пехотинцев с полным вооружением. «СКАТ» оснащался тремя газотурбинными двигателями общей мощностью 3320 лошадиных сил. Один двигатель использовался для создания воздушной подушки. Два – для движения в горизонтальной плоскости. Воздушная подушка – это, во-первых, идет с большой скоростью, касаясь только воды. По однопорому давлением воздуха под себя надувает воздух. Буквально метров на 100-200 мог на берег выходить. И, не замочая ноги, говорится, морская пехота выходила на берег. На «СКАТ» устанавливалось и вооружение. Два пулемета калибра 7,62 мм и четыре 30-мм гранатомета. В течение пяти лет Советский военно-морской флот получил три десятка десантных катеров на воздушной подушке. Построили также три катера для службы поиска и спасения космонавтов. В классификации НАТО проект 1205 получил обозначение «Гусь». Первый опыт оказался настолько удачным, что командование военно-морского флота вскоре предложило конструкторам построить большой десантный катер на воздушной подушке. Проект получил обозначение «Кальмар». Силовой корпус катера, который обеспечивал его непотопляемость, был выполнен в форме прямоугольного понтона. На нем устанавливалась надстройка, которая делилась на три функциональных отсека двумя продольными переборками. В центральной части, оборудованной танковыми дорожками и специальными аппарелями, размещалась десантируемая боевая техника. В бортовых отсеках находились главные и вспомогательные энергетические установки. Располагались помещения для экипажа и десанта, системы обеспечения жизнедеятельности корабля и защиты от оружия массового поражения. Во время движения, конечно, на воздушной подушке, там шум, разговаривать практически невозможно. Все матросы, моторный отсек, там вообще появляться никому нельзя, запрещено категорически и матросам, и персоналу. Ну, понимаете, что такое зайти в турбину самолета. Ну, на воздушной подушке находились недолго. Вот, ну, это буквально 3-4 часа. «Кальмар» мог перевозить два плавающих танка ПТ-76 или 120 морских пехотинцев, или 37 тонн груза. Десантно-высадочный катер на воздушной подушке проекта 1206. Водоизмещение 115 тонн. Длина 25 метров. Ширина 12 метров. Силовая установка. Два газотрубинных двигателя общей мощностью 20 тысяч лошадиных сил. Скорость 55 узлов. Дальность плавания 100 миль. Вооружение десантного катера состояло из спаренного крупнокалиберного пулемета «Утес». Всего с 1975 по 1981 год было построено 20 десантных кораблей проекта 1206 «Кальмар». По классификации НАТО они назывались «Лебедь». Катера этого типа поступали на Балтику и Черное море, где их дальность плавания обеспечивала наибольшую эффективность. Для Тихоокеанского флота проект был модернизирован и получил название «Мурена». Он имел большее водоизмещение и более мощное вооружение. Корабль мог перевозить уже 130 морских пехотинцев или две единицы бронетехники. На борту «Мурены» имелись две шестиствольные скорострельные артиллерийские установки калибра 30 мм и два автоматических гранатомета такого же калибра. Для борьбы со своим основным противником – авиацией – «Мурена» вооружена четырьмя зенитно-ракетными комплексами «Игла». Всего было построено восемь таких кораблей. «Мурена» может двигаться не только по морю и выходить на пологий песчаный берег. Она проходит по болотным топям, тундре с кустарником и небольшими деревьями, преодолевает траншеи и малые преграды. Также «Мурены» способны действовать как грузовые, пассажирские, таможенные или патрульные суда. Парящие над водой и сушей десантные катера смогли быстро доказать свою эффективность. Убедившись в отличных боевых качествах этих судов, моряки выдали конструкторам заказ на летающие корабли большого водоизмещения. Рассказ о них в следующем фильме «Оружие». Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok